Манэ. Манэ? Да. Буква Мэ, потом А, потом Нэ, потом Э или Е? Е, но читается как Э. Манэ читается как Э. Понятно. И вам тринадцать вы сказали? Да. И Манэ это что значит? Перевод, какое слово? Значение. Да, ну вот прям Виктория это победа, а что значит Манэ? Армянская богиня. Вау, круто, круто. Так, вы живете в Краснодаре, вы армянка, вы сказали, да, получается? Да. Ваш папа воюет в Украине? Нет, нет. Дядя, брат, ну какой-то родственник. Нет, никто не был, никто. Угу. Ну вас волнует тема война в Украине или война в Курске? Где вас, что вас волнует? Нет, я хотела спросить, а вот когда началась война, где в этот момент находился Зеленский? Как вы думаете, где он? Ну, наверное, в Берлине. Где он находился? Как вы думаете? Наверное, в Берлине сидел, да? За границей, думаете, был? А вот вы сказали, что Путин убивает всех, да? Нет, вы думаете, он был за границей? Где должен был быть Зеленский, вот, что его Путин предупредил 24-го числа? Где он должен был быть 24-го числа? Но где живет президент Украины? Как вы думаете, в Берлине? Я сама не знаю. Не, ну просто разве... Вот где живет Путин? Вот в какой стране живет Путин? Он президент России. В какой стране он находится? В России. Так. Вот у нас Байден есть, да? Вот в какой стране он находится? Америка. Правильно. А где Зеленский, президент Украины, был? В Украине. Ну, довольно вопрос странный, да? Где ему еще быть? Нет. Вот вы сказали, что Путин... Нет, я пытаюсь понять, где ему еще быть, если он президент Украины, где ему еще быть? Он, наверное, и стал президентом Украины, чтобы из Украины не уезжать, как вы думаете? Если вы когда-нибудь станете... Если вы, Мане, станете когда-нибудь президентом Армении, правильно? Вы можете стать президентом? Можете. У вас может быть женщина... Как вы думаете, вы будете уезжать из Армении, ну, быть президентом в другой стране? Алло, будете Армении? Я просто проверяю, как дела? Если вы президент, вы должны жить в Армении. Вы в этом не знаете? Хорошо, но вот я хотела уточнить. Вы же сказали, что Путин убивает детей, да? Гитлер убивал детей, Путин убивает детей. Я сказала, что... А при том, что они одинаковые. Украина не видит разницы. Только отличие, что у Усиков нет. Ну, нарисуйте Усик, у Путина получится даже визуально похож. Нет, ну вот... Посмотрите, я сейчас скажу, и вы мне скажете, в чем я не права. В 1921 году Гитлер пересек границу с Украиной и стал убивать украинских детей. В 1922 году Путин пересек границу Украины. Не говори еще про 2014 год. В 2014 году тоже погибали дети. Ну, в общем, короче, пересек границу и стал убивать украинских детей. В чем я не права? Границу Украины все знают. Все знают границу Украины, правильно? Вы знаете границы Армении, нет? Давайте так. Вы границы Армении знаете, нет? Нет, я почти ничего не знаю про Армению. Я знаю про Россию. Я здесь выросла. Я здесь родилась, я здесь выросла. А Путина можно прийти в Армению. То же самое дело, что он в Украине. Только потому что вы там не живете. Пусть Армения там страдает, 500 армянских детей умирают. Вы будете не переживать за свою родину? Ну то есть не ту родину, которая вас растит, а вашу генетическую родину. Вы за них не будете переживать, что ли? Путина может сделать то же самое в Армении? Провести спецоперацию? Вы серьезно? У вас имя армянской богини, и вы считаете, что Путина можно убивать украинских детей? Да? С таким же именем, как и вы, да? Ну я говорю, что раз ему можно делать это в Украине, и вы его поддерживаете, значит, это все нормально, значит, пусть он делает то же самое в Армении, ну если он все правильно делает. Если вы его не осуждаете, вы не считаете, что он Гитлер, значит, он может зайти в Армению, делать то же самое в Армении. Простите, сейчас я хотела уточнить. Нет, я просила у вас, если он все делает правильно в Украине, он может то же самое повторить в Армении, и вы это не будете осуждать. И вы армянка. Что он делает правильно? Ну вот, не знаю, что. Что-то он делает в Украине, правда? Вот берем это что-то, кладем в коробочку, переносим в Армению, раскрываем коробочку, и там то же самое происходит. Как такое, а? Давайте так. Вот то, что я сделал в Украине, переносим в Армению. Вы будете это поддерживать? Скажите мне. Не знаю. Спичлос. Нет, подождите. Все, я им спичлос. Я разговариваю с девочкой, которая имеет имя армянской богини. И вы сказали, что если Путин будет проводить спецоперацию в Армении, вы не знаете, как вы к этому будете относиться. Ну, либо, понимаете, либо вы поменяете свое имя на какой-нибудь Иванушек-дурачок, там, не знаю, там, не знаю, какая-нибудь, там, Аглафера Степановна, чтобы вы не позорили имя Армении, чтобы никто никогда не подумал, что вы армянка. Либо вы изучаете свои корни, и вы понимаете, что ваши корни в Армении, и что вы никогда не позволите хуйлу под любым именем убивать армянских детей.